Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Избави Зальник, где мы обучаем стремительному освоению машинки с нуля. И сейчас мы с вами свяжем очень симпатичный фанговый узор. Этот узор сложный, у него нет никакой системы. Самое главное в нем четко смотреть количество петель, количество игл между теми иглами, которые выставлены в переднее нерабочее положение. Самое простое это начинать с краю. Я вижу, что у меня по рапорту 3 иглы, одна в переднем положении. 5 игл в рабочем, одна в переднем нерабочем. 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5, 1. Проверяю. К сожалению, системы нет. Смотреть надо, перепроверять каждый ряд. Вот такие рисунки требуют большого внимания и сосредоточенности. Отвлекаться от них нельзя. Единственное, что можно посоветовать, если подобный рисунок очень сложен, немножко его упростить. То есть взять рапорт и немножко упростить, сделать его поменьше и поуже. Тогда его вязать будет гораздо легче. Итак, смотрю, что у меня иголка здесь. 2, 3, 2, 2, 3. Очень сложный рисунок. Отвлекаться нельзя. Вяжется двумя цветами по очереди. Но такие узоры хороши тем, что можно вводить и дополнительные цвета. То есть вязать в 3-4 цвета тоже будет очень интересный эффект. Следующий ряд. Аккуратно двигаем линейку. Каждый раз сверяем местонахождение наших петель. Так, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1. Вот таким вот способом, перепроверяя себя, мы вяжем этот узор. Он хорош тем, что даже если вы где-то собьетесь, он такой пестрый и сложный, что это будет не слишком заметно. Но, конечно, желательно в таких узорах не сбиваться и очень внимательно их выполнять. Если сомневаетесь, начинайте обучение с узорчиков попроще, потому что, еще раз повторюсь, этот узор относится к сложным, которые требуют внимания и сосредоточенности. И его не очень просто поднимать. Если где-то убежит петля, такие узоры тяжело восстанавливаются. Так, два, один, два, три, так, четыре, два, два, четыре, два и все. Раппорт надо распечатать, положить перед собой и провязывать узор, глядя уже на рисунок, на схему вязания. Два ряда. И так далее. Самое главное, четко следовать схеме. Каждая нарисованная точечка, это иголка в переднем и рабочем положении. Все остальные иглы здесь стоят в рабочем положении. Цвета меняются через два ряда. Два ряда одним цветом, два ряда другим. Но, как я уже сказала, цвета можно вводить дополнительно. Будет еще интереснее смотреться такие вот узоры. Но они сложные, тем и интересны. Большую вещь повязать тяжело. А какие-нибудь детские шапки, носочки, рукавички. Вот такие вот вещички из них очень красиво смотрятся. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте Изба вязали, где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки. Ваша Наталья Некрасова.